я приветствую всех любителей рыбалки 10 часов утра выскочил на очередную рыбалочку так скорее всего мы будем рыбачить здесь кто смотрит мой канал это место знает ой 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 после дождя а я здесь могу и не выехать а я могу здесь и не выехать ну что ж будь что будет уже хотя у меня были случаи что приходилось звонить друзьям и они меня вытаскивали отсюда и они меня отсюда вытаскивали ох ты там целый лагерь с той стороны еще раз добрый день не был я две недели на рыбалке не получалось ну и вчера века после обеда где-то думаю дай-ка я выскочил посмотрю это старец а майна вот здесь проход и вот там майн ну вчера где-то после обеда думаю дай выскочил проехал по всем водоемам заехал сюда смотрю а здесь большой карп по поверхности ходит и вот этот комариком аж корову так вот собирает ну думаю да я сяду здесь буду забрасывать и рассказывать думаю да я сяду здесь на одну отдел плавающую на вторую начале медовую потом чесночную и вот опять же на плавающую вчера меня взял карп на 4 килограмма вот здесь но я забыл был своей свою аппаратуру камеры был забыл поэтому выставил только шорс на телефон ночью левую я забрасываю на плавающую в этом году почему-то очень хорошо у меня идет на плавающую и вторую на медовую до забрасывать надо очень осторожненько и вчера я здесь уезжал и немножко прикормил если у нас вчера было плюс 26 то ночью прошли сильные дожди сильный дождь прошел ночью и сейчас где-то 17 18 довольно таки прохладно время 21 забросили на карпа и возможно сегодня еще заброшу на рыбку вчера хищник вчера на балахина хищника сидеть туши вчера хищник прямо ходил здесь все ждем так как я рядной раз взяла это на дно взяла со дна это со дна взял карпик и клюнула у меня на медовую две кукурузки у меня как всегда места тяжелые так время 11 часов сколько там прошло минут 50 я сегодня не прикармливал тушь мне рогатка сломалась начал делать рогатку и может хорошо что не прикармливал туши я вчера хорошо прикормил а там коряга там коряга дальше у нас так я сейчас главный у нас под ветки потому что удочка очень любит не любит прямой угол взяла на две кукурузки я вначале думал с утра бойлы поставить как приехал там думаю зачем раз меня все предыдущие рыбалки хорошо брала на кукурузу то плаву еще то такую значит ничего выдумывать не буду там тоже такой заливчик там очень много коряк если он туда зайдет оттуда я его не вытащу ну вроде что-то небольшое опять же я сделал такой липкий корм кормушка под вид флэта и туда накидал кукурузки и небольшой небольшой но приятно ну боевой по осени тихо 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 оба карпик небольшой телом килограмма на два вот такой небольшой но килограмм очка на два оба а смотрите как он берет тонко он крючок был плана крючок был выскочил вот такой вот килограмм очка на два он крючок не протыкается а он чуть-чуть за краешек ладно продолжаем ну что друзья одного я поймал на два килограмма системку я использую опять же такую же кормушка такая стопор чтобы засекалась сразу стопор стоит сразу вот здесь и такая такой короткий поводочек с двумя кукурузками этот раз работала меня кукурузка медовая на плавающий еще не сработало забрасываем сейчас еще чуть-чуть докормлю и буду готовить одну удочку если хищник начнет гонять то начну готовить удочку на хищника если вчера он здесь прямо хищник хорошо ходил у меня не было живца если насчет ходить хищник начнем готовить удочку на хищника живца я взял сегодня чуть прикармливаем и смотрим чего будет дальше вот у меня такой опасный тяжелый заезд если будет идти дождь надо будет быстренько быстренько выезжать у меня уже здесь были проблемы года три назад не мог выехать пришлось звонить друзьям и они меня вытаскивали отсюда вот такая вот полянка этот маленький перешейщик это тоже с речки майн заходит он и вот там дальше широкой заходит майн рыба вся вот наверх поднялась ветер стих а то такой как залив а вот там широкий майн проходит ветер стихи рыба поднялась я наверх он ходит из не знаю видно вон она наверху есть что-то не думал я все не что все нибудь клевать потому что дождь прошел давление упала это скорее всего лишь а вчера он не брал да вещь ну возьмем вообще запутался что вы путался не как раз на на копчение не хватает так опять же взял на медовую кукурузку так леску опустила натальич скорее всего опять ух-ты 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 так это чё как и увидели просто опустил леску был и там коряга он идет коря и сразу этот раз взял на плавающую в коря и хочет вот там коря видели как он взял да спокойненько спокойненько и к берегу потащил так что у нас получается 21 2 поклевки было на грунт на дно 2 кукурузки а вот эту на плавающую взял на искусственную и чё интересно вот бывают дни когда карп очень сильный от давления зависит или от погоды бывает идет как лещ а бывают дни что даже лещи как карпы идут ну вот по нагрузке по сопротивлению по идее должен быть здесь минимум на пять шесть килограмм а возможно вытащу а там на два килограмма как предыдущие довольно таки сильно сопротивляется я специально на трофейную рыбу я специально не сижу если бы я хотел бы специально на трофейную рыбу я бы кормил бы где-то одно место и два-три раза в неделю ловил бы таких по 6-10-15 килограмм для меня интересный сам процесс и новые места но я бы не сказал бы что там такое что-то очень большое ну сопротивляется хорошо что-то 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 Ну, килограмм на 5-6. Взял на плавающую кукурузку. И кукурузка улетела. Ну что, друзья. На вскидку килограмм на 6. Хорошенький, да? На вскидку. Ну, килограмм 6 будет. Взял на плавающую кукурузку и оборвал ее. Мне все продолжают писать. Как так? У вас же в Германии поймал-убил, поймал-убил. Не взял в садок. Я уже много роликов на эту тему снял. Много где говорю, что это зависит от феррайна, от устава феррайна. Это в основном, где речные, где каналы, где баржи. Чтобы рыба, когда в садке, вот баржа прошла, и прибойная волна рыбы бьет, страдает. в нашем крае можно в садке. Везде в нашем крае. Ну что, три. Три поймал. Еще посидим. Что у нас получается? Крупный все-таки работает. Крупная рыба берет все-таки на плавающую. Поменьше со дна. Вот одна поклевка на плавающую карп, на плавающую кукурузу искусственную. Крупный карп. А два мелких, две мелких карпики и лещ со дна взял. Будем дальше экспериментировать. Ну что, еще ту удочку не перебросил. Заполнял бумаги и тут меня опять поклевка. И опять, скорее всего, карповая. Но этот послабее. Вот там, из-за берега коряга и вот там, в заливе коряга. И вот если ты ему чуть-чуть слабину дашь, он сразу за корягу или туда залил в коряги и все. Это если влево он уходит. Если уходит вправо, там тоже коряги. Она что-то послабее. Ну, сопротивляется довольно серьезно. Ну, чувствуется, по сопротивлению, что послабее рыба, чем предыдущая. Ну и что? Третья поклевка с грунта на медовую. Ну, рыба поменьше. А вот крупная взяла на плавающую. Да, это мелкий. коряги. А вот на плавающую. Слабая. этот поменьше этот килограмма на два но это что-то лещовая скорее всего это лещовая на это вещь но сегодня лучше работает со дна кукуруза зато на плаву еще крупный попался да вещь ну не крупные такой где-то за килограмм вот сказать как стайка подойдет подойдет крупного значит крупный подойдет мелкого но не мелкий ну здесь намного крупнее лещ бывает и вот смотрите он цепляется крючок сам вылетает вот крючок уже вылетел но так килограмма на полтора ну что друзья будем заканчивать рыбалку рыбалка оказалась успешная где-то был сейчас где-то 15 минут 2 но в среднем около четырех часов очередной раз угадал место погоду и самое главное я вчера когда был здесь поймал карту я прикормил я хорошо пшеничкой вот так и чуть-чуть кукурузки чтобы рыба ходила и искала а сегодня приехал я такими кугелями настрелял три леща три карпа один карт на 6 килограмм и один хороший что-то сход я не гонялся за трофейным картон или за трофейной рыбы я просто получал удовольствие и неплохо сегодня сработала кукуруза опять же плавающая большой карп и лещ сегодня лучше брала со дна 4 поклевки было браться со дна все всем всего хорошего удачи не хвастанье чешуи до следующей рыбалки пишите комментарии ставьте лайки